Привет! Как дела? Я давно собиралась и сегодня расскажу вам про музей Шерлока Холмса, в котором мы были всей семьей. Мы как-то гуляли с моим братом и мамой, которая приехала тогда к нам в гости по Ридженс Парку и выйдя на Бейкер Стрит, где находится станция метро Бейкер Стрит, а также там есть музей Мадам Тюсо, в котором я была еще туристом, тоже как-нибудь расскажу об этом музее. И вот, проходя по Бейкер Стрит к метро, мой брат увидел, что в музее Шерлока Холмса, куда обычно стоят огромные очереди, практически как в Эрмитаж, не было очередей, и он предложил нам с мамой оплатить наши билеты, тогда это, по-моему, стоило 7 фунтов за вход. С меня, кстати, взяли поменьше, потому что у меня был студенческий для студентов и для пенсионеров скидка. И мы пошли в этот музей все вместе и прекрасно там провели время. Сказать по-честному, я никогда не читала Шерлока Холмса, ну просто я не интересуюсь такой криминальной литературой и триллерами. Я, конечно, слышала о таком персонаже, знала некоторые истории, но когда я была туристом, в музей идти не так-то уж и хотелось, а если брат платит, почему нет? В общем, да, сходили мы, посмотрели музей, я чуть-чуть попозже вам расскажу и покажу, что у нас осталось в фотографиях. Ну а так, я не являюсь таким уж фанатом Шерлока Холмса, чтобы я там стояла в очереди и дурела от каждого артефакта. Такого у меня не было до того момента, пока не вышел вот этот вот знаменитый сериал про Шерлока Холмса с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли. Мама от него вообще сходит с ума, мы его просмотрели несколько раз всей серии и практически что-то уже знаем наизусть. Я обожаю смотреть этот сериал, потому что Шерлок вместе с доктором Ватсоном ходит по улочкам, по которым я ходила, я знаю, куда ведет этот поворот, я знаю, где находится эта улица, это здание. И это так приятно ощущать, что ты находишься вот прямо в этом городе, это очень сильно завораживает. Сами по себе истории вот эти вот, ну как бы для меня интересно, потому что я тоже уделяю огромное внимание деталькам и по деталям могу сказать, что за человек передо мной, что произошло. Там тоже что-то у меня такое есть, особое внимание к деталям. Улавливаю я быстро очень, что Шерлок хочет сказать. Маме, конечно, приходится пересматривать по несколько раз, чтобы понять, что же натолкнуло его на ту или иную мысль. А я уже тоже заранее иногда знаю, что вот эта деталька говорит о том-то. Но это вот так вот о сериале, о том, что мне стоит прочитать. И я вот как раз думала, что бы мне прочитать в этом году из классики, что я еще не читала. Вот, наверное, начну читать Коман Дойла. Сегодня у меня вот такой вот образ под Шерлока. Я нашла единственную шляпу, которая у меня есть. Как-то ее оформила. Конечно, не Шерлок, но зато у меня есть памятная фотография в шляпе Шерлока Холмса на входе в дом-музей этого персонажа. Ну, а теперь добро пожаловать в музей Шерлока Холмса, который находится по адресу Baker Street, 221B. Именно по этому адресу герои произведения сэра Артура Конан Дойла, знаменитый сыщик Шерлок Холмс и его друг доктор Ватсон, жили в период с 1881 по 1904 год. Во время написания этих произведений такого адреса в Лондоне не существовало. Впоследствии при продлении улицы Baker Street на север, туда, где в конце XIX века находилась улица Upper Baker Street, этот номер оказался в числе номеров с 215 по 229, присвоенных зданию строительного общества Abbey National. По этой причине в течение нескольких лет Abbey National было вынуждено держать на должности специального секретаря, отвечающего на корреспонденцию, куда шло безграничное множество писем. При создании музея специально была зарегистрирована фирма 221B Baker Street, дабы иметь возможность на законных основаниях на доме Шерлока Холмса повесить табличку с номером, реальный номер которого был 239. Впоследствии, однако, дом все же получил официальный адрес 221B Baker Street, и корреспонденция начала уже идти на адрес музея. Итак, часто на входе вас встречает наряженный в одеяние Шерлока Холмса такой импозантный мужчина, и если там какая-то очередь, он просто регулирует ее и впускает-выпускает людей. Так как сама по себе квартира очень маленькая, узкие проходы, то там очень сложно перемещаться большим толпом. Итак, что же находится в музее? На первом этаже, когда вы входите в музей, есть маленькая такая прихожая, называется передняя, и вглубь там вы уже покупаете билеты, и там же находится сувенирный магазин. После просмотра музея вы можете приобрести себе любой из сувениров, которые вам понравятся. На втором этаже находится просторная гостиная с окнами, выходящими на Baker Street. Рядом с ней отдельная комната самого сыщика. На третьем этаже проживали доктор Ватсон и миссис Хатсон. Там находятся их комнаты. На четвертом этаже, раньше это был склад, но позже там сделали туалет и чулан, и туда же поместили восковые фигуры различных героев произведений Конана Дойла. Интерьер дома в точности соответствует описаниям и отличается доскональной проработкой. Вот это как раз то, что я говорила, детали всегда очень важны. Независимо от того, ведете вы расследование или вам надо показать в декорациях ту или иную эру, тот или иной интерьер. В доме музея можно вживую увидеть ту самую скрипку, на которой играл Шерлок Холмс, его шляпу, охотничий хлыст, турецкую туфлю с табаком, письма, приколотые перочинным ножом к каминной полке, оборудование для химических опытов, армейский револьвер доктора Ватсона и так далее. Очень много интересной посуды и даже свечи, стоящие на столе, зажжены и горят реальным огнем. Как и большинство музеев, музей Шерлока Холмса представляет возможность нарядиться в какие-либо костюмы и сфотографироваться в данных интерьерах. Так мы с мамой уселись в гостиной, там можно даже присесть на вот эти вот знаменитые кресла, надели шляпы доктора Ватсона и Шерлока Холмса. Мама взяла лупу, я взяла трубку для курения и вот так вот нас брат пофотографировал. В чулане мы использовали возможность пофотографироваться с восковыми фигурами, посмотреть, как выглядит знаменитая английская раковина с двумя краниками. Об этом я тоже как-нибудь расскажу, в связи с чем у них пошла такая традиция и почему они до сих пор не меняют два крана с холодной горячей водой на один с теплой водой. Ну а также в комнате миссис Хадсон лежит книга для отзывов, где мы решили оставить свой комментарий, написали Раша, оставили три своих подписи, меня, брата и мамы. Ну и так как мама у нас любит говорить не thank you, а thank you, мы написали по-русски thank you. Ну спасибо за то, что вы нам дали такую возможность обследовать квартиру Шерлока Холмса. Вот такой был наш поход в музей. Музей открыт ежедневно с 9.30 до 18.00 часов. Вход туда стоит 15 фунтов. Если кого-то интересуют рассказы Конана Дойла, если кто-то является фанатом Шерлока Холмса, you are very welcome to this museum. То есть добро пожаловать в данный музей. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok